вот так всегда спешишь-спешишь на эту рыбалку начинаешь подъезжать к водоему и понимаешь что тебя природа пока что все равно на воду не выпустит при всем желании с такой стеной тумана все пилы пилу здорово народ сибиряк 07 с вами и не только сибиряк 07 еще и батя сибиряка просили рыбалка совместный он наконец-таки собрались в кучку и так высокий я поднял соскучился порывал толстая поймать а то я езжу ловлю оба те говорит метка нагрет возьмешь обидно однако обидно сегодня сегодня вывести его планирую погодка сегодня у нас вот такая прекрасная солнечная летняя хоть и на дворе и уже сентябрь месяц правда днем передают дожди и грозы и я думаю будет будет не скучно короче батю оставил пусть будет повторяется ситуация прошлого года с разреженным пультом от электромотора и отсутствием запасных батареек крайне неудобно что в электромоторе хайба на пульте нету самоотключение прошлый раз я рыбачил с новым напарником я эту рыбалку не снимал он помог мне убрать вот он помог мне собрать лодку и снял пульт убрал его на хранение только он его не выключил а пульт сама не отключилась и как следствие разрядились батарейки в ноль и вот теперь вместо того чтобы стартовать на воду еду искать батарейки и сам как говорится олень то что нету запасных батареек и доверять сбор лодки можно только самому себе всегда потому что знаешь каждый нюанс магазин работает с 9 болен еще полчаса ждать привет лохматый как дела надеюсь у меня мультитуле отвертка есть по моему она была помните весной показывал мультитул rockson по-моему в нем должна была быть отверткой в том числе его из-за этого и брал не только ножик да есть чтобы пульт разобрать так не то отвертка у него фигурная еще есть то плоская вот это вот да слава богу отхрутились спасибо тебе мульти тульчик если ты еще раз сломаешься я то вы больше ловить не буду эксперимент написано experience опыт батя у меня сегодня турист я ему и спиннинг выдаю и катушки выдают на пользуйся но устрем experience до 60 граммов второе пришествие но учитывая весеннее везение в сегодняшнем утре я уже реально им боюсь начинает ловить прошлый раз все начиналось также признавайся кто тебе удачи пожелал прошлый раз ты мне подлянку сделал если никто не желал он со мной значит ему пожелали вот все идет через одно место как близко желток нам проплывает с ночной парковки поехал бакины расчесывать 5 мне никак не хочешь с правой руки переучиться на левую ему твинчика здесь ниточка восьми жилка 1 и 2 по факту хотя заявлены единичка это на рстримовская восьми жилка новенькая абсолют аэр ему палочку маленько полегче дал это абсолют который в прошлом году ловил он до 35 граммов по свинцу но то есть где-то общего здесь грамочка 42 45 у него запас то есть под приманку здесь тоже имеется задел плюс он под течение с жесткой вершиной мой мощный сегодня у нас ребят какого-то хитрого плана нету давно с батей вместе не рыбачили поэтому план просто порыбачить половить рыбки дай бог повезет на чего-нибудь толстенькая экспириенс у и он не сложится пополам но я вашу тролли долго буду на тему функцион затягиваем конечно же и начинаем кидать колбасу начну с таби-даби размерчиком шесть с половиной на 20 граммах чё стесняться ловить так лоится какого-нибудь крокодильчик да не на самом деле и двушки жрут замечательно такие приманки теченица маленько подослабла водичка падает пошла на спад а это значит должна быть движуха у щуки и судака можно встретиться рыба меняет свои локации выше шанс ее повстречать следовательно все значит и правильно сделал у бати рыба сегодня я в роли гида участвует так ты только сидишь на сачке все нормально через жопошность продолжается ну ладно у нас сегодня идет все не очень наверное рыба клевать будет как из пулемета он сразу с первой позиции с первой приманки что-то хорошее ты так тянешь то я так аккуратно даже пока не вылазит где-то там крокодила решила забадать ну слушай такое под трешечку наверное это приманка глубоко завозь да ты чё такая спортсменка то ё-моё аккуратно не торопись не торопись она сидит хорошо да с головы кстати говоря ударила хвост торчит снаружи тройничок хорош погарцевала и хватит ну вот я тебе обещал что тебя вывезу рыбы половить чтоб тебе просто удобнее ну все можешь поднять внутрь если так тебе проще будет батя стесняется говорит не снимай он и решил это прихватизировать домой на жарёху ну а чё такого отличная щука зачетная да тут трешка такая уверенная жирненькая толстая я у тебя есть там вот молоток под попой можно и успокоительное просто выдать сразу ударила в голову и опять сработала фишечка с тройничком я тут поставил говорю поставь на всякий случай вот она как раз на головном тройнике и сидит нижний болтается свободно этот встречная и зацепил 5-дюймового на джиге натурал очку сиди сожрала процедура пакетирования по манерным не смотреть попробуй тоже натурал очку но при том же размере останусь 6 с половиной он весит сам 36 граммов плюс кингер это грамма 4 то есть 40 и грузик 26 итого 66 граммов ну то есть как раз максимальный верхний тест удилища примерно так ну вроде не сломался ладно долго его еще долго троллить буду за этот да небольшая наверно как у тебя килограмма 3 без без удара без поклевки голова такая натянулась навалилась просто но водогонку взяла да на проводке да даже по-моему меньше чем твоя она просто на течение уперлась нифига у тебя приманка меньше а щука больше они такая же такая же сестренка трешечка такая может быть или чуть чуть поменьше все ну вот видите как пасмурная погода а рыбки нравится натурал очка точно такой же цвет по что резина из той же норстримовской серии только этот аби-даби такой с толстым хвостом 6 половиной тот же цвет натурал очка вот на него клюнула на большого как у отца но они сегодня прям активные щучки пытаются сломать experience если он сам не ломается сейчас прямо на него прыгнула поэтому если в ком рассыпется значит дело было в щуке они в нем продолжаем троллить эту удочку вот такая щука на самом деле стандартная едовая щука поменьше чем у отца у отца прям четки трешник а здесь я думаю такая 2 200 2 400 щучка но до двух с половиной маленько помельче вот так вот я тут щуку упаковываю батя следующую достает что происходит так погодите не потихонечку да на мягоньком фрикционе и до работаем со следующей щукой у нас тут гиды конкурентные приехали рыбу искать толку там уже выловились вот четко видно строй абсолютно такая более смягченная вершина и мощная середина для подсечки качественно ну как ты хотел она летняя боевая потяни и потихонечку кверху да и папа погулять туда пошла фрикциончик должен быть подпущен ты что-то такая-то силище летние да у них да заходи уже все нагулялась за нагулялась какой час даже не прошло полчаса нарвали я тебя вывез порыбачить блин у него приманка меньше главное этот сидик тоненький пяти дюймовый а щечки больше у меня большая и бестолковая на большую маленькая клюну так нечестно я же здесь как кидая хитрая кидая я и проваливаю сразу на дно все я уже на дне и только потом начинаю но я не закрываю душу катушки я прям вот удочка хреносибир хочу мать идет умные вещи отцу рассказываю она как у клюнула да я сам не справлюсь рыбачь до рыбачь господите человек как будто их не лаю ни разу офигеть суши ну это блин это по бомбам от поинтереснее хорошо качает суши но это как твоя точно поможет даже по боли дал мать ну не на них трудно понять мне судя по резвости это такая до 3 та же самая тут рассадник трешечный какой-то смотрите калиброванные все это ребятку это щучи жор по-другому не назовешь просто пришли встали на на одно место и лупим не матерюсь культурно ругаюсь какая же она неугомонная то ты посмотреть когда упал на дно суши я с удовольствием тебе молотком час пригрел чтобы успокоилась в сачке боюсь что тогда тебя не получится отпустить а я тебе хрюстки хочу на улью обратно мне уже одной рыбы за глаза той вот ребят трешечка уверенно жабры открыты все открыто давай стартуй сейчас она вся придет но пока эти ребят сегодня на катушку намотал себе тоже восьми жилкой такая же как у отца только на размер больше это на рст и абсолют восьми жильный вот новый а r12 по факту это честная полтора х он толще по факту вот для того чтобы вот к этой катушке это люкс карбон потенза хэвиджик сделать экзамен более сложный то есть и до этого гонял с 4 жилкой 4 жилку проще укладывать 8 жилки более капризные вот сейчас буду гонять из 8 жилка несколько рыбалок посмотрю как она будет с ней работать не будут ли петли слетать так а можно не трешку можно там чуть такое ну более существенная там 78 как прошлый раз меня радовали ты вот отцу рассказал что закидываю сначала прям роняю приманку на дно вот уронил не закрывая дужки и потом начиная уже проводку тогда она быстрее достигает дна и вот сейчас нас нос так несет потихонечку груз легкий по отношению к течению одно жесткое прям постукивает звонка да и приманка вон поплыла она там была надрезана и она ее дорезала оставила только половину называется доловить ну ты и доловил сейчас так поводки хорошо быть туристом да все подают тебе объясняют куда кидать как ловить у меня так друзья туристами любят ездить сидик натуралочка очень похож на нашего этого пскова ельца вот прям и размер такой же и тоненький такой же в голове потолще и даже вот расцветка похоже сверху саный драной должен работать а тут ему уже доставалось нижний штопор 20-граммовый с яркой головой прямо один в один части монтажик сделаем чтоб клевала как говорится тройничок снизу потому что щука очень любит бить именно снизу особенно вскользь вот так вот проходить пастью на верхней тройника на резче попадается прикоснулся но так нежненько но чувствовалось встал на точку где здесь судачишка вроде как стоит течение сильная есть нам его прям жесткого жесткого дна ну ты чё моего судака поймал бессовестный я встал с удочкой выковырить говорил договаривался договаривался в итоге он его поймал довольно это себе комиссия будет за рыбалку все судак мне в сумку я его там выкуривал выкуривал большим силиконом поролоном этот нашелся титерскую приманку игру что он в той стороне маленькой наверное стоит а не брикается это судак тюка это удочка счастливая блиновать и отобратью запасная горит запасный провел еще он справляется сечет и натечки на глубине да 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 вот он стоял ну конечно я маленько пили перестарался с этим ну зачетный съедобный сударь вот так выглядит довольный человек поймавший чужого судака я его хотел поймать мою поролон очку эту только облизнул буквально языком я ему давай большую предлагать там где-то колбаса плавает а он в итоге вот смотри еще пятерочка сидик этот блин вот сегодня рыба клюет поэтому вот у него джиг переигрывает меня даже по количеству поклевок сработал снова красивый ребятки рельеф правильный уверенное течение под песчаной косой и вот такие барханчики перепадники обожают личная рыба их и в нижнем скале хорошо видно такие плавные увалы вот я еду прям вдоль песчаной косы ищу и либо скопление бели хорошие либо непосредственно хищника если увижу его не сюда потому что это обелит навсегда если она есть но пока четко это никого нет ну что что три часа дня перерыв надо сделать где-то была закинута не клеточ о прикол и она фидер кого-то поймал я не знаю кто это но это рыба ну о судак настоящее сюда вот все отцепился маленький так ему оказывается играть не надо его положил на 1 1 1 1 клюет сегодня жору трешек просто-напросто где бабки то это не то есть юга со сожрал ее даже не видно видать для больших щук нужна большая приманка не слушай я сейчас я ее так возьму чтобы я потом ее под ничего ты тут не крутили а выписываешь о так это дам это походу она с нами поедет и она потому что у нее тройниками всеми в жабрах всеми какими есть да на сумасшедшие жадности ты чё тут все три тройника у нее в жабрах ничего себе она его лупанула съела первый раз вижу настолько же одну щуку это к тому что сейчас как бы клюет так что не нужно брать рыва принципу кого а вдруг не клюнет клюнет еще как ты забирать приходится и ну раз потому что она вот такая вот как там говорят есть бархатный сезон на юге но у нас в сибири бархатный сезон как раз тоже вовсю идет именно в плане рыбалки вставляете да вышли так ненапряжно наловили рыбы но нынче реально клюет вот по сравнению с прошлыми годами годами я сегодня ехал прикалывался типа чтобы я сказал что я наловился трешек а я их наловился я такого не помню вот ну реально прям не очень стали под берегом а солнышко спрятались батя тут грибов насобирал барлы бровяков сейчас будем лопать нещут гречи банка с тефтельками салат правильный отдыхом обещали дождик вот и дождик пришел до курточка пригодилась запасная красиво дождик капает но и солнце светит и дождик капает офигеть ребят я наконец-то увидел начало радуги вот она она прямо возле нас начинается то есть вот прям буквально отток начинается радуга и пошла 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 а с этой стороны 2 хвост вот прям вот можно ладонью радугу потрогать дочь была бы счастлива если бы вживую так это наверно посмотрела вот она радуга прямо за воды начинается возле нас чудо какое и тут так же и поливает как давно у нас не было поклевок но вернулись ребят на исходную точку где утром клевала рыбка думаем сейчас вот перед той вот красотой которая там вот надвигается на нас попробуем здесь еще покидать рыба прям под затихло ее явно прибило погоды кормовая база щуки заклевала господи подсачник уже приготовил было на кого все сам пошел пусть идет а вот рыба крупная затихла тут чё за номер я все мне сегодня на фидер то ловится так я понять не могу щука полежала приманка на дне полежала я наверно начал подматывать ее просто да я ее подбагрил она просто из любопытства подошла по ходу встала рядом то есть она даже не атаковала по моему или атаковала промазала только дать началась проводка и она атаковала криво он за ухо зацепилась да да нет она небольшая небольшая а как вытащу часа перчатку возьму можно без шуток на тему сломанной удочки ну ну то щука нормально за глаз выдать только я начал проводку и это спровоцировала приманка поднявшаяся со дна и она ее пыталась атаковать но немножко промазала вот такой вот щукарик у меня все та же приманка сегодня работает таби-даби шесть с половиной дюймов вот но этому она хвост подрезала хорошо оба удар был при том что вы холоть и рыбы вообще не видно мы встали просто вслепую то и заходим голое дно типа ну давай покидаем все-таки . ждавала утром рыбу ударила вот тут подлодка опять да что ж ты будешь делать то чем мимо то опять куда ты бьешь то я капец три тройника она куда-то лупит мимо опять удар был щучий но солнышко начала выглядывать погодка стабилизироваться и какой-то зверь подсел вот она вот и зверь но с течения просто ешьте удочка то полегче тебе она кажется вообще огромный съела хорошо там приманки не уроняю в сачок уронил хорошая бодренькая так это там походу на твистера поймала погода благоволит да с погодка нам повезло дождик переждали большой не накрыл повезло ну да у нас по поочередный клев а ну сушил заки ложка просто то я уже сегодня зажравшиеся мне за ки ложка уже не рыба и зачем ты приманку то испортила вот коза вот из тебя за это съем давай расти какая бурская бурза время 8 часов вечера и на этом пора заканчивать наш сегодняшнюю рыбалку получилось она именно такой как мы запланировали мы просто вышли порыбачить вместе пообщаться поболтать и в принципе все у нас получилось все все счастливо всем пока и Продолжение следует...